Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Различные вопросы». Вопрос 595. Что означает слово «совлечься», «соблазнить»? Есть ли что-то общее между этими словами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Совлечься» значит раздеться, снять одежду или умереть, избавиться от плоти, в которую одета душа. Книга Иова, 19.9. «Совлёк с меня славу мою и снял венец с головы моей». 2 Коринфянам 5.4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Колоссянам 2.11. «В нём вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Колоссянам 3.9. «Не говорите лжи друг другу, совлёкшись ветхого человека с делами его». Соблазнить, поставить преткновение, дурной пример, увлечь за собою на худое. Особенно это опасно там, где этот соблазн подаёт руководитель, увлекая за собою слабых, как бы говоря. Это дозволено, а грады нет. Иова 34.30. «Чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа». Иезекиеля 14.3. «Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце своё, и поставили соблазн нечестия своего перед лицем моим, перед лицем своим. Могу ли я отвечать им?» Малахии 2.8. «Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе. Разрушили завет левия», — говорит Господь Саваоф. «Соблазн рождается от пожелания перешагнуть через запрет и достичь. Христос советует применять против этого самые жесткие меры, вырвать, отсечь, имея в виду не члена вредительства, а расставание с самыми близкими друзьями и родными». Матфея 5.29.30. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в гиенну». И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Матфея 11.6. Блажен, кто не соблазнится о мне. Матфея 18.6. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Кремлянам 14.13.17. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату, в случае к преткновению или соблазну. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Конец цитаты. Самый великий соблазн на земле, какой только можно измыслить, был совершен в 1927 году митрополитом Сергием Строгородским, когда мученики за Христа были объявлены уголовниками и ложь возвели в святость. Объединение с безбожниками, их радости объявили своими радостями. Воистину, грех сия не простится ни в семь веке, ни в будущем, ибо это хулана Духа Святого, провозгласившего отделение Церкви от мира. Декларация митрополита Сергия объявила интересы Христа и Велиара равнозначными. Сегодняшний соблазн заключается в потере авторитета Священного Писания, в отсутствии проповеди и миссионерства. Осии 4.6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священной действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Конец цитаты. «Священники и архиереи подают непрерывный соблазн своей роскошной и беззаботной жизнью. Когда народ изнемогает от грабежа властей, когда нечем заплатить за квартиру, за свет, они шикуют. Малолетние юнцы в рясах шикарно выступают перед публикой в храме. Соблазн на соблазн. Труднейшую из труднейших должностей быть пастырем душ с великой обрядоверию. И теперь батюшке уже ни о чем не нужно думать. Лежит, поп, спит, и у него не вырахнется нигде ничто. Нигде и ничто. И нет заботы о том, чтобы готовиться к проповеди, знать нужды душ человеческих, чтобы и спросить у Бога на коленях и во многих слезах нужную проповедь о Христе, чтобы достичь глубины души человеческой. Им ничего не нужно, ибо уже давно все занаряжено, и он знает, где ему подадут кадила, как махать, с изгибом в локтевом суставе, лишь бы кадила в руках ходила. Он знает, где поклониться архиерею, где отворить царские, где южные или северные врата. Он знает все, чтобы обмануть народ этой театральностью. Какой еще больший соблазн можно измыслить? Вообрази, что врач дома спит и забыл, что есть человек, что есть человек, есть болячки, а думает только о столовой в епархиальном управлении. Срам и стыд, как опохабили святую православную веру, опоганили ее, оязычили на посмеяние всем врагам и еретикам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!